На этой неделе состоялось судебное заседание по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича. Беспощадные пытки, вплоть до потери человеком сознания, а затем и убийства, оказались обыкновенным делом для Вагифа Хачатуряна. Парадокс бесчеловечный Вагиф Хачатурян расплакался при перечислении преступлений, которые он совершил против азербайджанцев, против человечности. Азербайджан не верит слезам преступников или лиса совершает паломничество в Хач? Интересно, помнит ли он слезы азербайджанцев, помнит ли он обессиленные от ударов, нанесенных его руками тела? Сегодня он встретился лицом к лицу с теми, кого пытал во время Мишилинских событий. Я очень хорошо помню Вагифа Хачатуряна. Во время Мишилинских событий он бросил в дом, где я находился, Лимонку. Я сразу взял ее и бросил во двор. Началась стрельба. Я побежал за ним, но не смог удержать. Во второй раз я его увидел во время Хачатурянских событий, когда уносил с территории резни убитых. То, что я увидел в Мишили и в Хачалы, невозможно передать словами. Вагиф Хачатурян обвиняется по статьям 103, 106, 107, 109, 112, 116 и 207 Уголовного кодекса Азербайджанской республики. Следующее заседание суда назначено на 17 октября. Вагиф Хачатурян был одним из организаторов трагедии в селе Мишили, где он лично провел предварительную разведку. Члены армянской банды во главе с Вагифом Хачатуряном никого не щадили. Ни детей, ни женщин, ни стариков. Они мучили всех без разбора. Большая часть убитых, причем убитых, с особой жестокостью и пытками на совести Вагифа Хачатуряна. Трагедия Мишили является одной из самых жестоких, трагических и беспощадных в истории человечества. Очевидцы даже сегодня, спустя 32 года, отделясь своими душераздирающими воспоминаниями, словно возвращаются в те дни и заново переживают случившееся. Ибрагим Нурмамедов – один из пострадавших во время Мишилинских событий. Он лично знал Вагифа Хачатуряна. В 1978 году мы работали вместе с Хачатуряном. Я работал в сельхозхимии, а он в автобазе. Мы часто пересекались с ним в дороге, почти каждые 2-3 дня. Он жил в селе Бадара, а мы в Мишили. Мы ходили в Бадару за покупками и даже были у него дома. Когда его задержали, рядом с ним была его дочка. Я видел ее, когда ей было примерно 8-9 лет. После того, как задержали Вагифа Хачатуряна, Ибрагиму Нурмамедову удалось увидеться с ним в тюрьме. Я спросил у него, узнал ли он меня. Сначала он сказал, что нет. Я сказал ему, что был у него дома. Он спросил, а где находился мой дом. После моего объяснения он снова сказал, что якобы меня не узнал. Я спросил ее, кто был лесником вашей деревни. Он ответил, Гусейн. После того, как я сказал, что я сын Гусейна, он сказал, что узнал мне. Во время Мишилинских событий первым был подстрелян мой отец. Куля попала ему в ногу. Когда отца хотели увезти в больницу, мою мать и двух двоюродных братьев расстреляли в машине. В селе Мишилих у Джалинского района армяне только в семье Новрузовых подвергли пыткам и убили пять ее членов. В одну ночь были уничтожены Новруз Новрузов, его жена Аделя Новрузова, их сын и две дочери. Новруз Новрузов был моим свекром. Их целью было уничтожить в первую очередь Новруза и его семью. Потому что Новруз Новрузов был очень отважным человеком. И они это знали. Новруз был охотником, и не было такого, чтобы он промахнулся. Он всегда с точностью попадал в объект, поэтому армяне его боялись. Они думали, что если уберут Новруза, то запросто возьмут село Мишили. 17-летнего сына Новруза взяли в плен. Но хоть и с трудом, но он смог сбежать от них. Теперь у всех мишилинцев одно желание, чтобы Вагиф Хачатурян и его сообщники понесли заслуженное наказание и прочувствовали ту боль, которую они причинили азербайджанцам. Я вижу в интернете, как горюют его дочери. Бессовестный Вагиф. Неужели, когда ты убивал маленьких детей, ты ни на секунду не задумался о том, что когда-то в слезах окажутся и твои дети? Чтобы думать о последствиях своих действий, нужно иметь хоть немножко совести. Убивая с особой жестокостью азербайджанских детей, женщин и стариков, он ни разу не задумался о правильности его деяний. Но надо было понимать, что за все в этой жизни когда-нибудь придется платить, ведь все возвращается бумерангом. Теперь же не стоит лить крокодили слезы. Твоим лживым слезам, Хачатурян Вагиф Черкезович, никто не поверит.